Привет всем! Давненько мы не виделись. Сегодня я решила наконец-то снять вам влог, потому что я и Варель нарядились, потому что у нас сегодня... Та-дам! Психолог! Сегодня я знала, что я вам буду снимать влог, и я думала 2-3 минуты, стоит ли мне об этом рассказывать, потому что к психологу я иду не из-за меня, а из-за одного моего ребенка. И это ее дело, как бы, даже если ей еще не 18 лет. Но я подумала, что да, мне стоит об этом говорить, потому что это очень важная тема, нету в этом стыда, во-первых, это понятно. И если с помощью этого видео вы обратите внимание на своего ребенка и поможете ему, то это стоило всей жизни. Есть основания полагать, что у Аннабель, моей любимой, умной и взрослой девочки, есть фриктивный мютизм. Я вам расскажу потихоньку, что это такое. Во-первых, родители в большинство случаях, если им никто об этом не скажет, они в жизни не будут знать, что у его ребенка есть такое. В общем, нам просто сказали в прошлом году еще в садике, что у Аннабель, Аннабель не разговаривает с взрослыми людьми, взрослыми людьми в садике. Это было очень странно для меня, но я думала, что окей, ей 3 года, она первый раз пошла в садик. Вы знаете, что в Израиле дети идут в садик с полугода, если не раньше. И у Аннабель это был первый опыт. Ей было очень хорошо в садике, она очень любила. У нее были друзья и так далее. Ну, в общем, она сказала, вот, воспитательница, что в следующем году, обратите на это внимание, если это не улучшится, не изменится, то надо обращаться к помощи. В этом году я перевела ее в другой сад, совершенно другой сад. И там ей было немножко трудно, она не хотела ходить сначала в садик. В общем, у нее была какая-то тревога. Мы нашли очень классного психолога, который занимается только вот этой вот проблемой. И мы сейчас к нему едем. Сейчас стоим и ждем, пока поедем. И смотрим на вот такой вот. Так вот, это ничего страшного, в этом нет. Я спросила у этого психолога. Мы должны к ним ходить раз в неделю. Сегодня только я и Баран, в следующий раз Аннабель будет. И я спросила у этого психолога, как долго надо лечиться. Она сказала, что зависит от ребенка, но самое долгое лечение было год. Обычно это полгода занимает, и ребенок как новенький становится. Но если это не лечить, то это становится только хуже с каждым годом. Это очень мешает в школе, в жизни вообще. И еще я прочитала сама, мне об этом никто бы не говорил, что если не вылечить вот это вот, то человека всю жизнь будет сопровождать тревога, может быть даже депрессия и так далее. Поэтому очень-очень важно, как можно скорее поймать это. И мне еще сказали, что до третьего класса обязательно надо это поймать. Потому что с третьего класса это уже становится очень тяжело вылечить. Мы еще точно не знаем, что это то, что у нее есть. Может быть у нее просто тревога социальная или что-то в этом роде. Кстати, тревога социальная, social anxiety, она переходит в генах. Не в генах, а по наследству переходит. В общем, я думаю, что у меня была social anxiety, когда я была маленькая. Я не уверена, потому что меня никто не лечил. Я сама стала такой вот славной и замечательной, как я сейчас. Приехали за мной в стадион Bloomfield. Мне уже надоели эти маски. Когда я делаю шоппинг, то я два раза думаю, взять ли мне это платье. Как оно будет выглядеть с маской, красиво или нет. Только что позвонили мне с недвижимости. Я оставила свой номер. И предложили мне квартиру за 3 миллиона шекеля. 3,5 миллиона шекеля. Это малюшенькая квартирочка в Тель-Авиве. Конечно, не жить в ней, а сдавать, к сожалению. Потому что жить нам надо хотя бы 100 метров. Да, может быть, для некоторых 100 метров. Для семьи такой огромной, как моя. Может быть, численность даже маленькая. Но в Тель-Авиве это совсем не шуточки. Но вот эти 100 метров начинаются с 5 миллионов шекеля. Мы рано пришли. И мы сейчас планируем перестроить наш дом. Сделать его красивым и уютным. Чтобы мы провели там в ближайшие 5 лет, пока у нас появится 5 миллионов. Чали-класс? Липо? Это просто слишком классно. Очень удобно. Мы закончили. Мы в Яфо. Идём в очень классный ресторан. Мы ищем, где припарковаться. Конечно, это очень трудно. Даже в такие времена. Наша встреча должна была быть 50 минут. Но мы были там час с половиной. Представляете? Мы идём сейчас кушать в очень-очень-очень классный ресторан. Называется Селас. Селас. Он очень крутой. Там рыба, суши. Ну, прям очень-очень крутой. Там есть очень крутой человек, который очень крутой в этой сфере. Они иногда там делают вечера. Например, они поймали там, не знаю, сколько килограмм туны, тунец. Большая-большая такая рыба. И они зовут людей просто так бесплатно посмотреть, как они её разделывают. И недавно, пару дней назад, там был человек, который больной короной. Но если он был, значит он не будет ещё раз. Так что мы не боимся. Обычно здесь всё очень-очень весело. Я обожаю Яфл. ТУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ-ДУ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И нам надо идти в Дару, менять... Я купила по релю много-много вещей Надо поменять там несколько размеров О боже мой, о боже мой, сколько это всё будет длиться Сегодня в кафе мне прям три раза говорили, что я беременна опять И только что я прохожу через другое кафе И он говорит мне, ты больше всех должна одевать маску Я говорю, почему это я больше всех должна? Потому что я вот так хожу А он говорит, ты же беременна? Что люди думают себе? Что люди думают? Ну зачем они это говорят? Знаю, что у меня есть животик Вот такой Мне не больно это слышать, но мне просто надоело это говорить Нет, я не беременна, нет, я не беременна Надоело? Да Как обычно, у меня нет батарейки в телефоне Я и Леон пришли кушать разное и что удается Очень-очень вкусно А потом идем в Зару И мама Пошла поменять размер мужу В итоге купила себе кучу платьишек Я уже четвертый день подряд в Заре Это просто ненормально И теперь мы кушаем Что мы будем кушать? Угадайте сами Что мы заказали? Ме-е-е Македональдс Покушаем Македональдс и положим Наша жизнь, потому что скоро Скоро нас всех закроют То есть они хотят закрыть По уикендам закрывать нас Они хотят Садики хотят отменить И кафе-ресторан тоже отменить Ужас Это просто ужас Мне надоело Мне уже надоело Так жить Зачем мне эти платьишки Если я буду все время дома Если нет ресторанов Жаль, я не буду одежду Веселимся, как только можем Лиан! Лиан! Ай, я Адриан Смотрим на нашего папочку Сегодня я купила ему еще пару вещей Я уже покупала ему Но мне надо было Поменять размеры И я поменяла размеры И купила ему еще пару вещей Я никогда ему не покупала вещи Я никогда не думала, что я умею Покупать вещи для мужчин Но казалось, что я просто Отлично это делаю Ну и еще, конечно, плюс моему мужу Не каждый мужчина такое бы надел Вот так я люблю завершать свои влоги Когда тишина Более-менее Можете смотреть кино Не кино, а футбол Наверх к папе А девочки тоже У них сейчас И я вам расскажу, что вчера Психолог Я не знаю, что я вам уже сказала Про психолога Что она была просто невероятная Невероятная Она мне очень-очень понравилась И я так рада, что мы к ней пришли Кстати, я сказала, что она Только вот этим занимается Селективным Не менее Но это не так Она занимается Просто травмой У детей Ну, у нее, конечно, есть Много вот таких Но любой травмой В общем, она Занимается Посттравмой Инзайты И все Что угодно И она очень подходит к этому Потому что она просто Очень-очень чувствительная Не могу вам это описать И Это очень смешно Ее зовут Нармин Ее зовут Нармин И я спросила Как мне сказать Аннабель Что мы с ней идем В следующий раз Потому что В следующий раз Аннабель не придет И она будет с ней играть Она сказала просто Что все дети У которых есть такая проблема Они знают Что у них есть такая проблема И это им очень мешает То есть Они не просто так молчат И говорят А оставьте меня в покое Они хотят говорить Но они не могут Это сказать Она сказала спросить ее Аннабель Когда ты Когда с тобой общается Взрослый человек Например, воспитательница И она спрашивает Тебе что-то И ты очень хочешь Ей что-то сказать Но не можешь Это тебе мешает Да И она сказала Что сто процентов Ребенок скажет Что да Это ему мешает Но Аннабель Сначала В два раза Я это спросила Не просто так Как робот Мы разговаривали И я спросила ее Один раз Правда Что иногда Ты хочешь говорить И не можешь И это тебе мешает Он сказал Нет, нет Я говорю Я говорила с этим И говорила с этим И второй раз То же самое Третий раз Он сказал Да Это мне мешает Ну Только это не было Как да Мама Отстань Это мне мешает Это были промежутки Между вопросом Между вопросами И я сказала ей Знаешь Что я познакомилась С кем-то Кто может тебе помочь И у нее есть там Домик для кукол У нее правда Там в кабинете Домик для кукол И я ей рассказала Что ты любишь My Little Pony My Little Pony Это такой сериал Детский Про всяких пони Она бар обожает Это просто Баралей скупил Без интернет Этих My Little Pony У нас тут просто Склад этих My Little Pony И она их обожает Она знает все имена Она с ними кушает Она все с ними делает И я сказала ей Давай Мы пойдем к ней На следующей неделе И ты принесешь Там один Одну пони Один Одна Два Три Сколько захочешь Мама Мама Я рассказала ей Что ты любишь My Little Pony И у нее есть домик Для кукол И она сказала мне Пусть приходит И мы поиграем вместе И она бы сразу захотела Я боялась Что она скажет мне Нет, я не хочу Ни с кем играть Но она сразу захотела А потом я ей Еще сказала Но ты знаешь Она не ребенок Она в моем возрасте Она такая Да, да Мама Ты мне это уже сказала Хотя я это не говорила И потом я сказала И потом я ей сказала Что ее зовут Нармин А она говорит Ой, это как Ясмин Ясмин Это ее лучшая подруга В общем Все Тема закрыта Я очень-очень рада Что мы пошли на этот шаг Потому что Мы слишком Ну как бы Мы могли уже пойти на этот шаг С начала года Но мы этого не делали Потому что Вот эта проблема Я вам сказала Что если вам кто-то не скажет Вы не узнаете Как родители Потому что ребенок дома И возле вас Везде Будет вести себя Просто обычно Обычно Вы не поймете никогда Что у него есть Какая-нибудь проблема Поэтому Сначала Кстати С первого раза Когда мне это сказали Я сразу хотела Что-то делать С этим Но Борис сказал Да нет Нет Все в порядке Все в порядке Это просто воспитательница Ей там не до нее И это ее проблема И воспитательница Как бы Пусть она Чуть-чуть больше Поработает Над этим И я Как ребенок Который в детстве Нуждался В психологе Никто его не взял туда Мне было Очень-очень важно Не закрыть На эти глаза Не сказать Нет Все в порядке С моей девочкой Потому что я думала Правда Что все в порядке Даже если вы уверены Что ваш ребенок На 100% Все отлично с ним Проверьте Чуть-чуть глубже Чуть-чуть глубже Даже если вы уверены На не 100% А 500% И все может быть так Как вы думаете Так И они будут Очень интересные Вы ждете Разговорные видео Я их вам готовлю Так что Спасибо большое Что вы все еще тут Я вас очень люблю Очень соскучилась За вами Заходите на мой инстаграм Я там Если я тут пропадаю То там я тут же не пропадаю Я там Целый день Сижу в сторис Потому что Нет ничего легче Чем Чем снять стори А я люблю С вами разговаривать Поэтому Поэтому Стори Это Самый Лучший вариант Для меня Когда у меня нету Время Потому что На стори Всегда найдется Уй Все Андриан хочет кушать Спокойной ночи Я вас очень люблю Не забудьте ставить лайк И подписывайтесь Субтитры 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 Субтитры